И к другим темам. Глава Дагестана Рамазан Абулатипов лично выслушал проблемы граждан в общественной приемной. С просьбой помочь в строительстве детсада в поселке Семендер обратилась многодетная мать Мария Каратова. В поселке проживают более 5000 человек, однако в нем нет ни одного дошкольного учреждения. Глава Дагестана сообщил, что в этом году завершается строительство школы, ведь об этом его не раз просили жители поселка в ходе личного приема и в рамках передачи «Открытая власть». Также глава Дагестана пообещал, что в Семендерии появится детский сад. Предусмотрено выделить уже в этом году более 70 миллионов рублей на его строительство. Возможен и вариант приобретения готового здания. Мы дали указания, мы закладываем туда небольшой детский садик на 110 мест. И я думаю, что мы к началу следующего года построим детский садик. И школа будет, и детский садик будет. Дело в том, что строили огромное количество домов по плану вообще, по культуре. Надо предусмотреть сразу школу, детский садик. А так, понастроили дома, а необходимой структуры социальной нет. Поэтому сейчас мы даем такие указания, что если строится несколько многоэтажных домов, там должна быть школа, там должен быть детский садик, там должна быть парикмахерская и так далее. В главе республики обратился директор Буркиханской средней школы Огульского района Вагид Халидов. Школьное помещение находится в аварийном состоянии. Начато строительство нового здания на 120 мест. Абулатипов поручил Минэкономике и администрации района достроить школу до 1 сентября. В ходе беседы он поинтересовался у Халидова о результатах ЕГЭ. Все 9 выпускников Буркиханской школы госэкзамен сдали. Абулатипов добавил, что нужно еще в школе обучать рабочим навыкам. В каждом школе постараться, чтобы давали хоть одну специальность с документом для детей. Для этого можно заключать договор с профтехучилищем, как будто параллельно они обучаются по их программе, сдать экзамен и получить специальность до окончания школы. Надо детей готовить к жизни. Не просто учить, на какой высоте находится луна. Учить жизни. Первая задача школы. Директор Буркиханской школы сообщил, что в учебном заведении имеются нужные станки, готовые к использованию для обучения детей. Он поблагодарил Абулатипова за оказанное содействие в решении этого вопроса. Да. Вот такая маленькая школа.